Десять лет назад начался путь к сегодняшнему открытию ученых. Мы находимся в помещении одного из первых в стране атомных реакторов. Через несколько минут начнется опыт. Удивителен этот микромир и прекрасен, как все, что создано природой. Законы его отличаются от законов нашего привычного мира. При взгляде в зеркало вы видите, что левая рука превращается в правую руку и наоборот. Физики долгое время думали, что и в микромире существует зеркальная симметрия. Нам же удалось показать, что зеркальная симметрия отсутствует и в ядерных взаимодействиях. Внимание, пучок нейтронов открыт. Каждый эксперимент готовился около года. Появлялись изобретения, менялся вид установки. Цифры подтверждали правильность теории. Аппаратура регистрировала частицы, отражающиеся от специального кобальтового зеркала. Невозможно себе представить, чтобы в нашем большом мире в зеркале отражалось не то, что мы видим. А в микромире это так. Нейтроны отражались, но в своеобразных счетчиках постоянно их оказывалось неодинаковое число. И все-таки сомнения оставались. Никто в мире не мог повторить опыты советских ученых. Эксперименты усложнялись, проводились по-новому, результат не менялся. Не так давно подтверждение было получено из лаборатории американских физиков. Случайность исключена. Зарегистрировано открыт. Закончив одну работу, мы думаем о том, что делать дальше. И вот сейчас мы начали огромную новую работу, в которой пытаемся заставить нейтроны жить в магнитных ловушках, в магнитных бутылках. Сейчас уже многое сделано на пути к решению этой новой интересной, большой, сложной задачи.